Сегодня, в День памяти и скорби, в Белореченске с 4 часов утра в Парке Победы вахту несли участники патриотических клубов. А в 10 часов там же состоялся траурный митинг, в котором приняли участие более 200 жителей и гостей нашего города. Смена на пост, шагом, мышь! Город еще с палкой, да на мемориале Парка Победы в караул заступила первая смена из участников военно-патриотического клуба пост номер один. Чуть позже их сменили участники других военно-патриотических клубов Белореченской юнармии и Ратибор. Ребята несли в отчетную вахту памяти в течение 7 часов. Великая Отечественная война коснулась каждой белореченской семьи, и сегодня подвиги отцов, дедов и прадедов бережно хранятся в них и передаются из поколения в поколение. Память большая. Погибшие два дяди у меня. Один по отцовой линии, а второй по материной. Отцовой линии неизвестно, где он. Знаю, что танкистом он был. Видел я его в 1939 году. Он приезжал в форме, подарки мне приносил, конфеты, и больше я его не видел. А по материной линии, дядя, он погиб на войне, значит, без вести пропавший. Бабушка получала за него пенсию. Он не был женат, а детей у него не было. А здесь он находится. В списках погибших. Ермаков Николай Осипович. Мои предки эту станицу основывали. В числе первых восьми семей поселенцев были мои предки. На этом мемориале лежат предки мои, как говорил отец. Народ и страна живет, пока под колени помнят своих предков. И патриот не тот, кто просто кричит и размахивает флагом, а тот, который помнит предков и заботится о подрастающем поколении. Мой прадед защищал Белореченск. И мне очень приятно, что он защищал. И я сюда пришел, чтобы отдать дань памяти ему и всем, кто погибли за защиту Белореченска. Открыл траурный митинг председатель районного совета ветеранов Геннадий Рудометов, рассказав присутствующим о событиях, случившихся 22 июня 1941 года. В пять часов гитлеровская Германия объявила о том, что в четыре часа начала войну. В кратчайшие сроки 34,5 миллиона человек было отмобилизовано в Советском Союзе. За период Великой Отечественной войны 11 700 человек примерно это герои Советского Союза. Слава героям невернувшимся! Вечная им память! И долгих лет жизни всем тем, кто сегодня еще жив, кто может сегодня нам с вами рассказать о тех далеких событиях. Вечная память советскому солдату, солдату, генералу, адмиралу, всем тем, кто добыл эту великую победу. Среди участников митинга ветераны, дети войны, друженики тыла, вдовы, участников Великой Отечественной войны. Для них сегодня звучали песни и стихи в исполнении взрослых и совсем юных артистов районного Дома культуры. Мы из России, у нас миллионы, степи и горы, сильные народы, вечная слава! Россия, мама, Россия, мама, Россия, мама! Поднимем эту чашу за детей наших, низкие с головы ей. Поднимем, поднимем, низкие с головы ей, поднимем, поднимем. В память о всех тех, кто погиб в Великой Отечественной войне, была проведена панихида. Затем участники митинга возложили цветы к мемориалу. Вера Савельева, Сергей Чернецов, Александр Чернышенко. События и люди. Савельева, Сергей Чернецов. Сергей Чернецов.